МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эту роль сыграла система, которая призвана государством защищать своих граждан от разного рода мошенников. 15 июня 2018 года семья Мирзохановых фактически была самовольно выселена неизвестными лицами из своей квартиры в центре Москвы, оставшись на улице без документов и без какой-либо помощи. Как такое могло произойти в центре Москвы? Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. У моего мужа был бизнес-партнер, житель Ивановской области. И изначально была договоренность о том, что если возникнут какие-то вопросы, то все они будут разрешаться в Ивановских судах. Это было одним из главных условий бизнес-партнера. При, скажем так, расставании муж должен был ему 2 миллиона рублей, часть из которых он периодически выплачивал в течение определенного периода. Но случился кризис, и выплаты приостановились. Бизнес-партнер идет в суд, и в суде, по решению суда, эта сумма долга из 2 миллионов, часть из которых была уже выплачена тому времени, она возрастает сначала до 4, потом до 6, и в конечном итоге до 8 миллионов рублей. Продали все, что могли. Ну, там, квартиру, машину какую-то продали, там, имущество какое-то продали, какие-то деньги он вернул, продавать больше нечего. У доверителя моего осталась одна квартира в Москве. Квартира дорогая, она находится примерно в центре Москвы. Стоимость квартиры 35-40 миллионов. И вот эту квартиру нужно реализовать каким-то образом, для того, чтобы забрать долги. А реализовать нельзя, эта квартира единственная. И тогда люди придумали очень схему явно мошенническую, явно преступную. Они подделали доверенность, подделали доверенность, поехали в Ивановскую область, по этой поддельной доверенности совершили сделку, купли продажи, купили там одну комнату в какой-то коммунальной квартире, и документы о том, что квартира куплена моего доверителя, о котором он даже понятия не имеет, они представили судебному приставу исполнителю. И сказали, вот у него два жилья, пожалуйста, реализуйте. Два жилья можно реализовать. Судебный пристав исполнитель вправе это делать. Московская квартира пошла на продажу. Единственное жилье у нас по закону реализовать нельзя, кроме случаев, когда такое имущество заложено. Залога здесь не было никакого, ни перед какими кредиторами. Квартира была исключительно в собственности Мирзаханова, при этом приобретенная в браке с его законной супругой, а не до сих пор в браке. Соответственно, закон защищает это жилье, это Конституция права на жилище, это Гражданский процессуальный кодекс, это Семейный кодекс, совместная собственность с супругом. Должник обращается к нам. Мы подали в суд в Ивановскую область, поселок Лежнево, признали договор купли-продажи недействительным. И в процессе был установлен факт, вот то, что сейчас я сказал, было все подтверждено в процессе. Человек, который подделывал, совершал договор купли-продажи по поддельной доверности, признал это в процессе, все стороны признали, то есть практически был установлен факт совершения преступления. Именно в процессе. Все это зафиксировано в решении суда. Ивановский районный суд признал договор купли-продажи квартиры в Ивановской области недействительным. Фактически было доказано, что квартира была куплена по поддельной доверенности. Илдерым Мирзаханов к данной покупке отношения не имеет. Соответственно, все действия в отношении его московской квартиры не могут считаться законными. И все надо вернуть обратно. Вроде бы закон и справедливость восторжествовали. За это время человек, который купил квартиру в Москве, принял свои меры, которые положены ему по закону, на которые он имеет право. Он подал в суд на выселение семьи Мирзахановых. И получил решение суда о выселении семьи, не о выселении семьи Мирзахановых, точнее, а об утрате права пользования. Вопроса о выселении он не ставил. Он вместо выселения начал действовать самоуправленно. И вот, получив решение об утрате права собственности, суд вынес решение, основываясь на том, что у Мирзаханова еще одна квартира есть в Иваново, они начали действовать. На следующий день после подачи иска о признании недействительности торгов по реализации квартиры в отсутствии семьи Мирзахановых, неизвестными лицами московская квартира была взломана, сменены замки, а сама семья практически выкинута на улицу. Семья Мирзахановых однажды ушла с дома на работу, дочка в институт, а в репахла пришли, замки сменены, в квартире чужие люди, в квартиру никто не пускают, все, вопрос закрыт. Им просто объяснили, гуляйте, уходите подальше. Все вызовы в полицию, обращения в полицию, они роли не сыграли в данной ситуации, к сожалению. И практически, по-моему, в первый день работники, сотрудники полиции, они даже не появились на эти вызовы, которые Мирзаханова, моя доверительница, осуществляла. Я прибежала с работы, вызвали полицию, я написала заявление участковому о том, что моя дверь взломана, и я не могу проникнуть в квартиру, потому что нам полностью перекрыли доступ. Все расходятся. Через какое-то время я слышу то, что в моей квартире кто-то ходит, включает телевизор, смотрит футбол, гремит посудой, переругивается со мной через дверь. Я начинаю вызывать полицию. В тот день, 15 июня, было мною сделано более 20 звонков в полицию. В полицию, в службу собственной безопасности, в службу ИИН. В одном из телефонных таких вот переговоров девушка полицейская мне заявила о том, что я связалась с вашим участковым, заявление он сегодня утром от вас уже принял, ждите ответа в установленном законном сроке, в течение 10 дней. Так никто в этот день к нам и не приехал. Далее стали твориться еще более странные дела. Пристав-исполнитель Пауков подает апелляционную жалобу на решение суда Ивановской области, признавший договор купли-продажи квартиры недействительным. Якобы это решение нарушает интересы Российской Федерации и нового собственника квартиры. Которая все это провернула схему, был только один выход. Разрушить договор, разрушить решение в Ивановской области. То есть сказать, что квартира законно приобретена. Кто может подать в суд на оспаривание этого решения? Только сторона сделки по закону, либо человек, лицо, на чьи права и обязанности эта сделка повлияла. Так вот таким лицом вдруг появился судебный пристав. Судебный пристав-исполнитель Пауков некто. И вот он подал апелляционную жалобу. И я достаточно, у меня юридический стаж и практика. Но я такого еще не встречал, что судебный пристав-исполнитель в апелляционной жалобе написал, что поскольку квартира, возможно, реализована незаконно, то тогда бюджет Российской Федерации выплатит компенсацию Мирзоханову. А поскольку он выплатит компенсацию Мирзоханову, тогда бюджету будет нанесен ущерб. А я, как судебный пристав-исполнитель, обязан соблюдать интересы Российской Федерации и хранить бюджет. И что совсем странно, Ивановский суд восстанавливает сроки подачи жалобы, тем самым решение Ивановского суда о недействительности договора купли-продажи квартиры утратило законную силу. 25 сентября 2018 года Ивановским районным судом вынесено определение о восстановлении Артему Паукову срока на подачу апелляционной жалобы. А 28 ноября 2018 года Ивановский областной суд поддержал это определение, чем фактически создал судебный прецедент, согласно которому любой судебный акт может быть обжалован любым должностным лицом, заявившим, что он действует в интересах России. То основание, по которому мы хотим восстановить справедливость и восстановить в правах Мирзоханова и членов его семьи, сейчас его нет. И нет его ввиду того, что судебный пристав исполнитель, прикрываясь интересами Российской Федерации, восстановил срок через суд на подачу апелляционной жалобы. И суд посчитал, что это правомерно, что это закон. А если вернуться к семье Мирзохановых, которая до сих пор не может попасть в свою квартиру, что делает полиция, которую только через суд заставили завести уголовное дело по факту самоуправства? Мы через суд признали действия правоохранительных органов незаконными. После этого было возбуждено уголовное дело по статье 330 из самоуправства. Это когда человек идет неустановленным законным способом, действует неустановленным законным способом, и просто выкидывает из квартиры, как в данной ситуации. Других добивается своей цели неустановленным законным способом. А вот те наши заявления другие, которые мы говорим по 159 статье, мошенничество, по 158 кража, тишина. Имущество у Мирзохановых забрали, квартира московская забрана, кто там не находится, неизвестно. Доступа туда Мирзохановы не имеет. И по сути, почему ведь смотрите, что получилось. Ведь целью была не квартира Иванова, а целью была московская квартира. По сути, это мошенничество. И самое главное здесь, статья-то 159, мошенничество. И разбираться надо вот в этом ракурсе. Возбуждено дело по 330 статье самого правства. Дважды в сентябре оно приостановилось, приостановились действия по ней. Вот. Мы ходили, жаловались. Мы ходили, писали. Сейчас, на данный момент, три недели тому назад, была проведена почечная ставка. Вот такой прикрестный допрос. Вот. Смухом, демок. Ситуация подвисла в воздухе, но она не единична, как, возможно, может показаться. Бизнес по перекупке арестованных квартир процветает. Все это делается при содействии и попустительстве тех, кто должен защищать граждан России. Знаете, это целое одержание. У меня день и ночь не смолкает телефон в WhatsApp, потому что идут в прямом эфире. В Москве около 2000 человек объединены. Да. Причем они объединены. Там есть сомнительное решение суда. Неправомерные действия приставов. Например, приставы даже не могут предоставить материал из торгов. То есть торгов не было, просто квартира кому-то там переписана. Там объединены вот эти долевики. Те, у кого по микрокредитам, по микрозаймам. Результат один. Это вторжение, это выселение. Ситуацией заинтересовались некоторые представители властных и правоохранительных структур. Главы правоохранительных органов, они не то, что удивляются. Они просто недоумевают, не верят, что такое может произойти. Но вот на самом деле мы столкнулись с таким вот апокалипсисом современным, когда целая семья, уйдя на работу, остается вот на улице без ничего, без документов, без лекарств, без одежды, без личных вещей, без квартиры, вот просто на улице. Мои обращения к депутатам государственной думы, потому что они вышли на совсем другой уровень и уже были направлены ими письма и на имя Чейки в Следственный комитет. Вот теперь на данный момент уже начали работать следователи Следственного комитета в Османово нас приглашали. Еще что решается. А, были на личном приеме у начальника УБЭП города Москвы. На протяжении всей этой истории Ивановская область проходит красной нитью. Именно там все начиналось. Там приняли более чем странную жалобу пристава исполнителя Артема Паукова о защите интересов России. Именно там скоро состоится суд по данной жалобе, где именем Российской Федерации вынесут решение, от которого будет зависеть судьба целой семьи, которая тоже является гражданами России. Да, может быть не случайно, что именно в Ивановской области нашлась недвижимость у мужа по подложной доверенности нотариальной. Потому что именно там выносятся такие весьма спорные судебные решения. Инициирован, да, Григоровым Олегом, жителем Иванова. Насколько я знаю, он возглавляет предприятие сенатора от Ивановской области Васильева. Григоров Олег Александрович, житель города Иваново, некогда бизнес-партнер моего мужа. Именно с ним мы связываем неожиданное появление комнаты по поддельной доверенности в деревне в Ивановской области. Именно о некоем Олеге говорили рейдеры в Светлеберецкой Шантропа, Мухамедянов и Венин, которые не только захватили наше единственное жилье, но и буквально в смысле разграбили все имущество моей семьи. Речь шла о некоем Олеге, который не только получил деньги за реализацию квартиры, но и стал хозяином жилья. Вот говоря конкретно о нашей ситуации, особо хочу отметить тот факт, что вот этот самый Григоров, он представляется, то есть позиционирует себя как либо помощник депутата, либо как помощник, либо как представитель сенатора Васильева, сенатора все о той же Ивановской области. Вот по информации, которую я получила от журналистов города Иваново, ну вот они говорят, что на самом деле Григоров является человеком, приближенным к семейному бизнесу сенатора Васильева. Ну вот тоже, наверное, поэтому неудивительно свежезамороженность полиции, наглость Люберецкой шантропы и страны телодвижения судебного пристава Паукова. Ну, кстати, и его начальство тоже, руководство ФССП по Москве. Почему такой интерес к квартире Мерзаханов? Вот чем она привлекает? А потом, когда побеседовал уже с хозяевом более подробно, я просто понял, когда документы изучил, квартира стоит 35-40 миллионов, продана порядка за 15. Тот, кто купит эту квартиру, тот, кто возьмет эту квартиру, выиграет вот этот товарищ, которые квартиру забрали, они заработают порядка 15-20 миллионов, 12 миллионов, там, большие довольно суммы они заработают, то есть на кону стоят деньги, просто деньги, а семья Мерзахановых выкинута в сторону с этой ситуацией, они просто мешают заработку. Данная история пока не закончилась. редакция «Момент истины» обязательно будет присутствовать на заседании Ивановского областного суда, о итогах которого обязательно расскажем нашим зрителям. Редактор субтитров Корректор А.